Всем добрый день и добрый вечер. У нас, слушай, дождик моросит. Мы решили со Светой прогуляться до автобазы, до магазина. Надо купить липкую ленту от мух. Плюс я хочу еще посмотреть контейнер для муки, потому что мне муку ложить некуда, а старый мой контейнер лопнул и сломался. Поэтому надо посмотреть что-то в этом роде. И пойдем сейчас с ней в ту сторону. На улице прохладно, ветерок такой холодный. И посмотрим, как вот что-то купим, потом вам все покажем, постараемся что-нибудь поснимать. Я опять накрашена, привыкаю уже, знаете. Утром красится, вечером уже стираем косметику. Ладно, сейчас я вам покажу, как мы идем. Будем идти разговаривать. В целом, что мне надо посмотреть. Вот я говорила, контейнер мне на олипку. Ой, это моющуюся самоклейку купить на столе, поменять. Потом так, что для ремонта приглядеться, посмотреть что да как по ценам. Но пока еще возможности нет купить. Мне все еще, ребят, никакие выплаты не пришли, хотя все оформлено. Ну, боюсь, как бы точно не отказали, блин. У меня аж это. Потому что столько думаешь, думаешь. И да, мы поедем в понедельник со света смотреть кухню. Да? Выберем. Если кто может, посмотрите, вот есть сайт, формула мебели. Посмотрите, там расцветки. У нас 180 сантиметров, получается, стенка. Если бы так, как я хочу перегородку еще делать. И кондуктора здороваются. Кондуктора-агроводители. И получается, кухня небольшая, 180 сантиметров. Но там можно еще, получается, вот так будет 180. И вот в эту сторону еще метр есть. И вот мне надо подобрать кухню. Я уже думала, чтобы она вот так вот угловая была, получается, сделать. Но пока еще не знаю. Так что, если кто может по цвету мне помочь подобрать, то посмотрите, зайдите на сайт формулы мебели и посмотрите. Ну вот, а там будем смотреть уже, конечно. Я просто с светом решиться не могу. У нас у всех цвета разные хотят. А я вот не могу решиться. Мне хочется что-то светлое. Но опять я обои купила кофейные. Потому что мне нравятся сами кофейные обои. И вот не знаю, как мне быть. Жду от вас света. Конечно же, сегодня хорошо на улице. Там маки красиво цветут. Сейчас я вам постараюсь как-то их заснять. Увеличить. Смогу, нет? Да, вон. Красиво макетки тут. Очень красиво. Светик идет. В джинсах, кроссовках. Верочка, которая этой кроссовки дырила, она все еще их носит. Они крепкие, хорошие, да, Света? И цвет ей нравится. Лес. Лес, лес, лес. Красота. Земляники, ребята, еще нету. Муж ходил тут в лес, смотрел. Ну, земляники еще нету. Она еще нету, ее даже в лесу. Смотрел, ходил, говорит, по лесу, когда на рыбалку ездил, заглядывал, говорит, там на полянке, смотрел. Видно, что цветет, но ягодок еще нету. Поэтому ждем, 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 ждем. Когда у нас пойдут ягодки, да? Поедем за ягодами на вельке со Светиком. Вот такая вот у нас природа здесь. Многие спрашивали, что за сын беседку строит в лесу. Это, оказывается, не он строил. Не, потому что другие ребята написали, там, говорит, староши строили. А Илья, видимо, меня обманывал, просто говоря. Ну, сейчас мимо будем проходить, я вам покажу, что за беседка. Там молодежь летом сидит на гитаре, играет, отдыхает. Так, вот эта беседка. Вот, видите, вот такая вот она. Больше не могу увеличить. Все, а ближе подойти, это надо специально туда идти через лесные облата. Вот так вот. Вот такая вот беседка в целом. Ладно, идем. Вот здесь вот у меня муж работает. Рядом с домом, считай. А там через два дома получается наш дом. Поэтому идем потихонечку. Тут две остановки пройтись. Можно было бы, конечно, на автобусе, но зачем мы будем 50 рублей тратить на автобус, когда можно хорошо пройтись пешочком. Даже полезней. Я Свете предлагала на велике, она говорит, не, мам, холодно на велике. Поэтому идем пешком. У нас вообще холодно стало. Пишите, какая у вас погода. Потому что у нас вообще прям дубак-дубак. Очень сильно холодно. Там мальчики гуляют по лесу. Видать, в лес ходили. Сейчас посмотрим, что нам взять надо будет. Нам надо бордюры поверх обоев, да? Нам надо плитку на потолок. Нет, вот эту красивую бордюру поверх обоев клеить. У нас есть такая, но не такая немножко. Все равно не поняла. Но сейчас я тебе в магазине покажу. И нам надо посмотреть плитку на потолок. Только я не хочу светлую. Это пенопластовые, которые, плитки на потолок. Обязательно посмотрим. Но я не хочу светлую. Надо искать в другом магазине. У нас, наверное, тут только светлый. Ну, пойдем сейчас посмотрим, что будет у нас в магазине. И там уже решим. Остановка. Первая остановка, да? Нам идти дальше. Ладно, идем до магазина. Там покажем, что и как выберем. Так, вот про бордюры я говорила. Нам надо под обои подбирать, да? У нас кофейные и светлые с розочкой, по-моему. Нет, ну под кофейные это тоже какой-то такой, знаешь, вариант. А больше-то ничего такого-то и нету. Ну, вот эти вот более-менее. Но они опять какие-то не такие. А выбора-то у нас тут особого нету. Так. Решили, короче говоря, вот эту вот самоклейку возьмем сейчас на стол обклеить. Да? Потом нам будет стол измерить и толстую взять. Мне вот тут вот ножки обои нравятся. Вот эти вот. Вот почему-то нравятся обои вот эти. Светлые? А вот эти вот еще лучше. Ну ладно, входим по магазину. Ну да, 1020. А те, которые есть, 795. И вот эти вот мне еще понравились. Не, ну вот от этих вот блески будет. Хотя нет, вот я провела, у меня ничего не блестит. Вот, потому что на некоторые обои трогаешь и прямо блестки. Так это бумажные. Ладно, ходим по магазину, выбираем, что нам надо. Все, ребят, скупились. Короче, сегодня радости для детей много. Света, там покажи, что у них есть. Вот ракетки. Я тоже ракетки металлические. Ура, нашли. Тут много игрушек для детей. Вкусняшек. Сегодня решила детей побаловать. Многие подписчики пишут, что вы вообще ничего детям не покупаете. Ребят, особенно вот хейтерам на зло, сегодня потратила на 3000 рублей. Так что, немножко купили то, что самое необходимое. Сейчас домой придем, вам все покажем. Дождик моросит. Но сейчас уже нет. Видать, пока мы с собой в магазине были. Самоклейку купили, целый рулон. Только не ту, которую мы хотели, потому что той мало было. Поэтому взяли другую. Ну, она тоже нормальная такая, да? И будем переклеивать стол. Потому что там ребята обдирают. И вот это вот так. Спасибо, хочу сказать вам, мои дорогие, за то, что вы нас смотрите. За то, что вы остаетесь с нами. Благодаря вам вот это вот сейчас все на нашем канале и происходит. То, что мы сможем улучшить свои условия. Благодаря вашим просмотрам мы сможем сделать ремонт такой, от которого мы со Светиком давно-давно мечтаем, да? Так что, как-то так. Уставшие, но идем довольны. Светик, улыбнись! А то подписчики пишут, ты какая-то серьезная стала. Она серьезная стала после тех комментариев, которые плохо писали про них. Вот после этого, конечно, они немножко с Катей расстроились. Даже перестали снимать какие-либо видео. Ну, мы скоро направимся. Придумаем для них тематику. И девочки, вот подписчицы некоторые написали, женщины, девушки написали то, что поменять название у них канала на «Две сестрички-невелички». Мне понравилось это название, да, что это? Интересно, «Две сестрички-невелички». Мы подумаем, мы что-то придумаем и будем заснимать интересные челленджи на их ином канале. Я хочу заказать эти, как они, орбизы, которые, да, и буду им придумывать челленджи для Катиного канала. Так что, если интересно, обязательно подписывайтесь на Катин и Светин канал. Ссылочку оставлю в описании. Как вот все придет для их нового канала, пока придется просто потерпеть. Ну, скоро придет. И также я пробую монтажу новую, как сказать, обложку канала, где представлена вся наша семья. Предыдущее у нас портфолио, да, по портфолио. У нас там нету Ванюшки. А в последнем портфолио мы уже Ванечку включим. Фотографии все сделаю, как сделаю. Я вам сразу обязательно покажу. И вы потом скажете, понравится вам это или нет. Ладно, идем домой, покажем вам все, что мы купили. Спасибо. 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 Спасибо.